Прогулки продолжаются Но для меня и полное исчезновение снега с тротуаров и с дорог Как-то в одночасье просто все дороги и абсолютно бесснежный город перестал быть сибирским Буквально за какую-то, я не знаю, за несколько дней Я вот три дня не выходил в Иркутск и за три дня с ним произошли какие-то разительные перемены Я как будто бы не в Иркутске и не в Сибири, еще вот недавно тут вот, по-моему, Эль Захарева была у нас Она же подтвердит, что у нас снег был на улице Что произошло? Я, ну, наверное, можно только порадоваться, поскольку наши мостовые тротуары перестали быть скользкими Надо отдать должное, видимо, я вот тут целый месяц об этом твердил И что-то до кого-то дошло, что ли? Вот, но только каким-то странным способом это все произошло, потому что я вижу Ну, я не знаю, кроме как химической обработки какой-то Превратившей все тротуары абсолютно в белые, белесые С потоками такими поверхностей Ну, кроме как химии, я это другим объяснить не могу Очень хотелось бы знать эти рецепты новые Ну и даже снега жалко, честно говоря Город Иркутск без снега, это как-то странно Вот такие прогулки Сейчас потоки вокруг кусочков льда И явная граница между... Вот слева это уже дворовое пространство, видимо, необработанное Я уж не знаю чем А вот до тротуара, тротуары, дорога Они обработаны И видно эту границу Вот тут, как обрабатывали, собственно, пешеходные и транспортные места Так, собственно, это и заметно Более того, на тротуарах эта белесость еще не вытоптана Ну, а на дороге, видимо, вот уже стало потемнее Ну и вот они, белесые эти самые потоки Ну, не знаю, не знаю, не знаю И вот абсолютно белая поверхность тротуара Про белый налет можно снять напряжение Мне на фейсбуке уже ответили эколог и правозащитник Григорий Красовский Он написал, правда, так успокоенный, излишний, на мой взгляд Что это магниевая соль Что она никакого вреда на организм не приносит, как он пишет Что, мол, бело, чистое, хорошо, кругом и нет грязи Вот он так вот это вот счастливо откомментировал Правда, мне на это другой архитектор Прокопов все-таки возразил, ему вернее Поскольку, как это вреда не приносит Эта соль вся с паводками, водами попадет в реку Вот, и потом будет элементарное загрязнение В общем-то, так или иначе, какая бы она безвредна ни была Но это магниевая соль, это все равно химия И вот Прокопов утверждает, что это повлияет и на рыбу И, безусловно, на чистоту воды Которую, собственно, не каждый захочет пить С магниевыми солями, не знаю Но мне вот это вот больше, понятно, опасение Я ответил, что я тоже удивился Как вот можно так легко перейти от тревоги к умилению Но самое-то главное Я не химик, не физик Я оцениваю чисто эстетическими, такими этическими И формально-логическими критериями Но что интересно и удивительно Ни разу мои вот эти эстетические критерии Или которые в народе называются красиво Или, иначе говоря, мои вкусовые оценки Они вдруг потом точно совпадают с научными Я уже не раз убеждался, что я критикую Или высказываю свое мнение с позиции эстетики Мне люди, которые далеки от эстетики Буквально высмеивают меня Не принимают в штыки И, в общем-то, спорят со мной А потом они, когда с фактами сталкиваются С научными или с своим опытом Вдруг обнаруживают, что я был прав И они так тихой сапой со мной соглашаются Но извиниться забывают, как правило Да, это вот очень часто было В нашем городском архитектурном хозяйстве Которое я часто критикую А потом вдруг вижу, что вся моя критика Проявляется в положительном качестве И вдруг начинают эти все вещи происходить И вот особенно удивительно Это, конечно, совпадение, скорее всего Но то, что я буквально Последний месяц только и делал Что ходил и критиковал Вот эту слякоть и грязь И снег И отсутствие снега Ну, во всех этих формах Вот, которые у нас происходят Эти гололеды Критиковал, критиковал А теперь вдруг неожиданно столкнулся Вот с этим фактом Ну, такого кардинального решения Проблемы Которые Меня снова напугало То есть уже как бы Другим концом Этой же палкой Но другим концом я получил Поскольку Вот Мертвенно-бледный Он как будто больной Он совершенно неродной Такой седой-седой Какой-то чужой Заграничный город С уничтоженным Химией снегом Но это же безусловно Что в химии снег уничтожен Вот Но может быть Это сделает Передвижение Автомеханизмов Вот этих роботов Машин Которые ездят по улицам И вытеснили уже людей Может быть Это сделает Больше безопасность Для них Но Наша-то жизнь Вот людей Она становится Безрадостнее Вот знаете Как белым медведем В московском зоопарке Им конечно Там на севере И холодно И голодно Может быть Среди своих снегов И льдин А в зоопарке Им муторно И непривычно Вот мне почему-то Так кажется Потому что Я так и комментировал Что для меня Иркутск Сибирь без снега Ну я не знаю Это не Сибирь И без снега И я уже писал Там что Ну если так сильно Хочется жить В бесснежном городе Ну что Ну тогда Надо просто Уезжать В то место Где снега нету А как решать Проблему Снега В Иркутске Ну как Испокон веков Решали Нормальным Либералы Отсутствие Естественности Какой-то И у меня Внутреннее Сопротивление Этому Если бы меня Спросили Как лучше Я бы сказал Что со снегом Лучше Чем вот так Вот С таким Белесым Химическим Городом Ровно Ровно Половина Тротуара Обратите Внимание Обращаюсь Я не знаю К кому Обращаюсь Ну видимо К главному Архитектору Города Видимо К мэру Еще у нас Есть какой-то Комитет Ну мне даже Не хочется Смотреть Потому что Мне не хочется Знать фамилию Этого человека Который Нас Устречает За эту рекламу Есть какой-то Человек У нас Где просто Будет с ним Неприятно Разговаривать Потому что Я догадываюсь Я догадываюсь О всех тех Отговорках Которые он скажет У них У чиновников Сегодня они все Выучились Все с высшим Образованием С верхним Вот Они все прекрасно Уже научились Собственно У меня такое впечатление Что они специально Для этого учились Чаще всего На юридических Каких-то Специальностях Для того Чтобы выискивать Оправдания Вот таким вещам То есть У нас сейчас Специалисты Что дизайнеры Что юристы Что журналисты Они учатся Не для того Чтобы Соблюдать закон Не для того Чтобы отстаивать закон Не для того Чтобы делать Тонкие Изысканные Вещи Как дизайнеры Они учатся Для того Чтобы Иметь Квалификацию Обходить закон Дизайнеры Для того Чтобы Использовать Мощные Средства Искусства Мощные Наработанные Средства Эмоционального Воздействия Искусства Они его Используют Для того Чтобы бить Людей по башке И по глазам Со всей силой Искусства Да То есть Это предатели Вот и журналисты И юристы Которые Работают там Где-то в аппаратах В этих Чиновничьих И дизайнеры И архитекторы Которые Учились Для того Что сегодня Мне рассказывать Почему нельзя Сделать хорошо Мне абсолютно Не волнует Этот ответ Это пусть Они там Между друг Другом Пусть Друг друга Оправдываются Почему нельзя Сделать хорошо Мы им платим Из бюджета Деньги Чиновникам За то Чтобы они делали Как надо Они искали Грамотные Профессиональные Оправдания Почему вот эта Плитка лежит Криво Косо Почему у нас Нарушены все Нормы Этих рекламных Бандур Мне он может Отвечать Наверное Я как-то Задавал вопрос ему Он мне там Что-то начал Что у них сил Не хватает Что у них денег Не хватает Ну Меня же Не убеждают Эти ответы Ну не хватает Ищи значит Или если не можешь Справиться Уходи с этой Своей Жирной Прибыльной Должности Ну иди на улицу Иди там Я не знаю Работай по специальности Они же все Они же все там Как правило Работают Они по профессии Так вот Товарищ Отвечающий За рекламу Не знаю Вашего имени Ну и не хочу Сильно знать Потому что Речь-то Не об имени То есть Суть не в имени Суть в проблеме Сегодня вы Завтра Другой будет Вопрос К Главному Архитектору Города Не важно Как его зовут Главному Рекламщику Иркутскому Не важно Как его зовут И к мэру Не важно Кто Им является Или Якубовский Или Кондрашов Или Кто сегодня у нас О господи Забыл Ну простите меня Видите Для меня Без личности Эти фамилии Должности И это правильно Я считаю И вот она Белесая Абсолютно белая Наша мостовая И вот наши Братья китайцы Заодно Интересно Вот они ходят По нашим улицам Им нравится Но что-то Они по новостройкам Не ходят Привет Хай И что-то Не очень приветливые Кстати говоря Они какие-то Напуганные По нашим улицам Ходят Забавная улица Вот эта вот Ой да простите меня Я забыл ее Название Какая-то Видимо солдатская Одна из солдатских Скорее всего А сегодня она Видимо какая-то Красноарвейская Что ли Не помню Не помню И вот Девятым номером Корпуса Называется Наш Бывший Художественный Кинотеатр Он так и назывался Кинотеатр художественный Ну мне кажется У него это название Осталось Однако Он перешел Нынче А нет А нет Сверху Вот написано Кинотеатр художественный А главная вывеска Байкальский государственный Университет Вот Построено Здание 904-910 Является культурно-досуговым Центром Художественного Байкальского Государственного Университета Очень странно Составлена эта выставка Ой вывеска То есть Построен как художественный И в то же время Является Ну то что он был передан Это понятно Вот здесь это по-моему написано Но вот у нас Имя Говорина Оно почти на каждом доме Ведь теперь написано Решением губернатора Интересно Решением губернатора Губернатор вообще подписывает Фактически Ну десятки наверное бумаг И решений в день И вот что вот Надо увековечивать что-нибудь Теперь Каждое здание То что это было подписано Губернатором Смешно Ну пойдем вниз Внутрь зайдем А внизу кстати да Там был такой подвальчик Который мы в свое время Проводили Много-много времени С Колей Шевниным Царство его небесное Вот Я хочу посмотреть Что там За кафе внутри Кстати там неплохой зальчик Для того чтобы Проводить выставки Но они какие-то у них Последнее время Слишком попсовые Посмотрим Выставка детских рисунков Какой-то художественной школы Гуаши интересные Вот такие иллюстрации Я вот смотрю Тут написано 8 лет Девочка Рисует 9 лет 9 лет Ну такие яркие детские Работы Да Вот даже Иркутск Ну что Мне нравится 8 лет Такие прямо скажем Профессиональные работы И между прочим Давайте признаем Что мы на взрослых выставках Видим примерно Такие же работы Ну я всегда как бы Говорил что Нынешний уровень Наших художников Он почему-то Такой Детско-карикатурный Вот И вот эти детишки Которым здесь По 9 По 10 лет Да Ну вот Вот сейчас зайдите Сегодня в художественный музей Там выставка мастита Художницы проходит Разницу так сказать Найдите А этот натюрморт Так вообще классный А и тот хороший Ой какая выставка Это слушайте Вот так вот ходишь-ходишь И нечаянно Найдешь что-нибудь То что может порадовать Правда же Ну они конечно пестроватые Ярковатые Но на фоне выставок Наших художников Так называемых Профессиональных Они Они гораздо искренние И Ну по всем показателям Лучше скажем так Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому